Есть ли время для семьи в консалтинге? Чем отличается McKinsey от Bain и BCG? И чем занимается McKinsey Digital? Сейчас я вам расскажу. Всем привет! Наконец-то я нашел время на то, чтобы рассказать, ответить на пару вопросов, которые мне давно уже писали о консалтинге, которые давно просили рассказать. Сейчас, собственно, по ним и пройдемся. Вопросов будет три. Первый вопрос – это как вообще работать в консалтинге человеку с семьей. Второй вопрос – это чем занимается McKinsey Digital. И третий вопрос – чем отличается McKinsey от Bain и BCG. Так, поехали. Значит, первый вопрос. McKinsey – это вообще консалтинг для семейных отношений. В консалтинге любят рассказывать, как компании ориентированы на то, чтобы помогать людям находить баланс между семьей и работой, и как это у всех получается. На самом деле, по факту, это не совсем так, я бы сказал. Я знаю случаи, у кого это получается сделать. Вернее, даже скорее знаю истории про людей, например, партнеры, которые, будучи еще ассоциатами, умудрялись договариваться в командах так, чтобы они заканчивают работать в 8 вечера, потому что они очень эффективно работают, идут домой и проводят время с семьей. Идеальный вариант, но, к сожалению, таких случаев очень мало. Я, наверное, лично не знаю, я слышу просто такую историю. Но при этом гораздо больше случаев, скорее, обратных, когда ты живешь на работе, и время на какие-то отношения или на семью остается очень мало. Хорошо, если есть время на выходных, но часто на выходных не бывает. Наверное, это больше проблема даже для девушек. Вспоминает, вот с кем я работал, и что часто девушки говорили о том, что у них с этим проблема была, что мужики хуже терпят, когда девушки много работают, чем девушки, когда мужики много работают. И пример, который сразу мне приходит в голову, один из, на самом деле, многих. Это как я сидел на проекте в Москве с младшим партнером, девушкой из Лондона, и она в два часа ночи показывала мне фотографии своей двухлетней дочки. Ну, конечно, очень милые фотографии, дочка мне понравилась. Но у меня сразу вопрос. What the hell are you doing here? А почему она сидит в два часа ночи, мне это рассказывает, а не проводит это время с дочкой? Это, конечно, у каждого личное мнение, и каждый решает для себя. Я не вправе решать за нее. Но мое личное ощущение, что здесь приходится делать выбор. Либо ты становишься успешным бизнесменом или бизнесвуменом, либо ты находишь время на то, чтобы проводить его с семьей, но при этом не ездишь на такие всякие международные проекты. Но этого проблема, которая касается не только женщин на самом деле. Такая проблема есть и у мужчин. И у меня есть несколько знакомых, которые расставались со своими девушками или уже даже почти с женами, потому что они очень много времени проводили на работе, девушек они не видели, и девушкам это, конечно, в какой-то момент надоело. Мне, надо сказать, здесь очень сильно повезло, потому что моя тогда еще девушка, а потом жена это все терпела. Она, конечно, мне иногда высказывала недовольство, но тем не менее терпела. Ну и плюс, я старался на выходных всегда быть дома. Если даже я улетал на какие-то проекты, выходные у меня всегда были дома, либо мы вместе летали. И я почти никогда не работал на выходных. То есть я старался всегда договориться с командами о том, что выходные – no way. Иногда это приводило к некоторым конфликтам, конечно, но почти всегда понимали. Поэтому мой вывод, на основе моего опыта, что в консалтинге с семьей можно работать, но это очень проблематично. Если для вас очень важен work-life balance, то, безусловно, лучше рассматривать другие варианты, а не консалтинг. И даже если вам будут рассказывать на разных маркетинговых ивентах о том, что как здорово и как консультанты умудряются построить и личную жизнь, и работу, относитесь к этому со скептизом. Второй вопрос. McKinsey Digital. Чем занимается McKinsey Digital? Вообще, McKinsey Digital, как я сталкивался с McKinsey Digital, я сталкивался с Business Technology Office. Практика, я там делал пару проектов. И там есть очень крутой лидер практики, итальянец Франческо Демарчелло. Очень харизматичный, очень умный человек, которого интересно послушать, и у которого очень многому можно поучиться. Что же мы там делали? Мы делали там дизайн и спецификации к некой платформе. Более конкретно, она должна мониторить несколько факторов и должна отображать результаты человеку, принимающему решение. То есть это такой билборд. И что мы делали? Мы делали дизайн, функциональный дизайн этой платформы, мы понимали, какие должны быть функции, какая у нее должна быть архитектура, и фактически почти подготовили ТЗ для разработчиков. Но, конечно, ничего сами не писали. Еще вариант, о котором я слышал, что делали мои коллеги, это, например, делали какой-то анализ данных, строили эконометрические модели для телеком-операторов. То есть когда очень-очень много данных, с ними надо что-то делать, и Excel уже не поможет, они писали что-то в Ари. Но это писали, кстати, даже уже не консультанты, консультантам не нужно это было делать. Это писали именно data scientists, которых недавно стали набирать в большую тройку, которые эти вопросы как раз и закрывают. Ну, в целом, вообще про то, чем занимается BTO или McKinsey Digital, гораздо лучше будет узнать из видео McKinsey Россия. Они сейчас совсем недавно сделали канал, где рассказывают, отвечают на какие-то вопросы и про интервью, и про проекты и так далее. Там часто выступают партнеры из разных практик. Вот обратитесь туда, напишите в комментариях, что хотим узнать, что такое McKinsey Digital, что такое BTO, и они расскажут. Поэтому берите все в свои руки. Третий вопрос. Что там? Различия между MBB, McKinsey, Bain, BCG. Ну, первая главная мысль, их практически нет. Что McKinsey, что Bain, что BCG сильные компании с сильными брендами, с большой client base, и в которых вы точно сможете развиваться и построить хорошую, интересную карьеру. Поэтому принципиальных различий нет. Нет, скажем так. Если вам нужно понимать эти различия просто, чтобы написать cover letter или, например, чтобы рассказать об этом на интервью, ссылайтесь на людей, которые вы знаете в этой компании, с которыми вам удалось, может быть, поработать, может быть, пообщаться, и с которыми вам интересно было бы общаться в дальнейшем и работать в дальнейшем. Вот о них расскажите. Расскажите, почему они вам нравятся, почему вам с ними интересно, и объясните, почему вы хотели бы с ними работать. И вот это будет самое лучшее доказательство того, что компания, в которой вы подаетесь, уникальна. Потому что эти конкретно уникальные люди работают только там. И вы сразу показываете, что вы с ними сработаетесь. Если вам нужно решить для себя, куда пойти работать, то тут лучше всего, конечно, опять же, знать, с кем вы будете работать, особенно если вас нанимают в какую-то конкретную практику, вы знаете, что там работает за человек, что за партнер. И если вам этот человек нравится, то нужно идти туда. Если есть какая-то конкретная практика в Bain, которая вас зовет, и вам очень нравится там партнер, идите туда и не раздумывайте, не смотрите на другие компании. Если вас зовет тот же BTO, например, в McKinsey, и вам нравятся люди, которые там работают, идите туда, остальные компании вам не нужны. Если же вы просто подаетесь везде и пытаетесь понять, а где лучше, ну, не поймете, пока не познакомитесь с людьми. Разница будет только в людях, внутри. Но понять ее заранее нельзя. Поэтому с практической точки зрения лучшее, что вы можете делать, это просто общаться с разными людьми во всех компаниях. Но это не сильно вам поможет, поскольку все равно поработать вы с ними вряд ли сможете. На самом деле, чтобы ответить на вопрос, чем же отличается McKinsey, Bain, BCG, мы будем проводить даже аламный ивент в начале июня, где соберем наших аламный из разных компаний, McKinsey, Bain, BCG, а потом сделаем такую панельную дискуссию. Окей, ребят, расскажите, чем отличается McKinsey или что вам нравится в McKinsey, а что у вас в BCG, а что у вас в Bain. Я надеюсь, что мы что-то интересное из этого извлечем. Но транслировать мы это не будем, к сожалению, по понятным причинам, но я обязательно об этом расскажу в видео, основные выводы, которые мы из этой дискуссии почерпнем. Если у вас есть какие-то вопросы конкретные, которые вы хотите задать про сравнение компаний, пишите, опять же, в комментариях, и я с радостью их задам участникам нашей панельной дискуссии. Так, ну, собственно, все. Да шучу я. Ну, разве что, наверное, вот когда я сам готовился, я вспомнил, что я думал про McKinsey как самые крутые ребята, BCG самые умные ребята, а Bain самые командно ориентированные, самые такие человечные, добрые. Это гипотеза, которую я как раз и собираюсь протестировать на нашем аламной ивенте. Если у вас есть еще гипотезы, пишите. И ждите следующего видео. А пока что спасибо и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok